Действительно, раньше ждали созревания катаракты. Это было связано с тем, что не было совершенной техники операций. Были большие риски и осложнения. Поэтому, когда человек полностью утрачивал зрение, тогда уже тупик, дальше двигаться некуда, надо идти на операцию. И вот это и было таким основанием для того, чтобы ожидать до момента сегодня, когда технологии совершенны. Как раз этого-то и следует избегать в силу того, что я только что вам сказал. Между тем, созревшая катаракта похожа на кусочек известняка или деревяшку. Во время операции её зачастую приходится буквально выковыривать из глаза. А вот незрелая катаракта по консистенции напоминает мармелад. Её отсасывают из полости глаза через микротрубочку. Конечно, в этом случае хирургическое вмешательство проходит гораздо легче. Именно поэтому современные офтальмохирурги в один голос говорят, что не стоит ждать прогрессирования болезни. Сегодняшняя тенденция в том, чтобы делать операции по удалению катаракты на ранних этапах, на стадии, можно так сказать, мармеладки. Потому что в этом случае хирург не затрачивает большого количества энергии. И, соответственно, травма глаза значительно меньше. И, соответственно, выздоровительный период ограничивается буквально днями. Соответственно, сегодняшняя парадигма – это не ждать созревания катаракты, а делать операцию как можно раньше. Тогда она пройдёт наиболее незаметно для самого подсвета. На сегодняшний день, я думаю, что в ближайшие, может быть, лет 10, а может быть и больше, доминирующей методикой будет ультразвуковое удаление катаракты или так называемая факоэмульсификация. В переводе фако – это по-гречески хрусталик. Эмульсификация – всем понятный термин, означающий измельчение вещества хрусталика, и его эмульгирование, и последующую аспирацию через микротрубочку. Надо сказать, что хрусталик, он похож на фрукт. У него снаружи кожица, а внутри мякоть, а в центре мякоти – косточка. Так, и у нашего хрусталика есть капсула внешняя, есть внутреннее содержимое, и есть ядрышко, которое, собственно, является аналогом этой косточки. Поэтому ядрышко, в зависимости от степени зрелости катаракты, может иметь плотность от мармеладки до деревяшки. Понятно, что если стадия созревания катаракты такова, что она уже превратилась в некое подобие деревяшки, то требуется большое количество усилий и большое количество энергии для того, чтобы разделить. При помощи специального зонда хрусталик ультразвуком превращается в эмульсию, после чего она выводится из глаза, а на её место помещается гибкая интраокулярная линза. Этот новый искусственный хрусталик самостоятельно разворачивается внутри глаза и надёжно фиксируется в предназначенном природой месте. Обычно это, как правило, два разреза. Один шириной порядка 1 мм, второй 1,8 мм, 2 мм. Это буквально незаметно для глаза. И это делается под большим увеличением микроскопа. У нас имеются специальные системы для увеличения изображения, поэтому хирург работает под большим увеличением, поскольку только на нём можно увидеть такой разрез, такие инструменты, которые мы пользуемся. Я сказал, что хрусталик похож на фрукт, и на сегодняшний день мы кожицу оставляем, внутреннее содержимое хрусталика убираем, и в эту капсулу или, естественно, оболочку хрусталика мы впрыскиваем новый хрусталик. То есть он встаёт на то же самое место, где ему предназначено было природой. И, соответственно, прирастая к этой капсулке, он идеально занимает это место и восстанавливает функцию. Потому что исторически было очень много разных моделей хрусталиков, разных видов крепления. Но мы пришли, собственно говоря, к тому, от чего ушли. Это, собственно говоря, то место, которое предназначено природой, самое идеальное, самое лучшее для хрусталиков. Высокая безопасность и надёжность этого метода позволяет оперировать пациентов всех возрастных групп. Местная капельная анестезия, применяемая в ходе факоэмульсификации катаракты, исключает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и другие органы. Конечно, современные технологии хирургии катаракта, они отработаны до совершенства. То есть детально все этапы операции имеют определённый алгоритм. Каждый следует, один следует за другим. И поэтому при чётком соблюдении этих алгоритмов операция длится буквально 10-15 минут. И пациент практически ничего не чувствует. Может быть, только яркий свет раздражает от микроскопа. Потому что для того, чтобы мы увидели детально все структуры глаза, нам нужно, чтобы световой поток был довольно интенсивным. И это, пожалуй, самое большое, что может беспокоить пациента. Какую интраокулярную линзу, то есть искусственный хрусталик, выбрать? Большинство офтальмологов считают, что здесь надо ориентироваться не столько на страну происхождения или на производителя, сколько на медицинские показания с учётом биометрических и рефракционных особенностей глаза, а также собственные требования к качеству зрения после операции. Мы пользуемся и отечественными, и зарубежными аналогами. Поэтому здесь мы предлагаем нашему пациенту выбор. И так же, как в любом другом деле, человек может выбрать, ездить ему на Ладе Приори или на Тойоте, или ещё на какой-то другой машине, или на Хондае. Не буду продолжать дальше эту мысль. Поэтому, соответственно, есть определённые медицинские показания, когда приходит человек и говорит, я хочу вот то-то и то-то. Мы говорим, знаете, мы, может быть, разделили бы вашу уверенность в другой ситуации, но вам этот хрусталик, например, не показан в силу ваших каких-то особенностей, сопутствующих патологий. Поэтому сначала мы отбираем пациента для определённого типа линз и определяемся, что мы будем делать. И потом в рамках вот этого деления мы предлагаем ему какие-то различные варианты. Новые варианты оптики искусственных хрусталиков дают возможность исправлять неправильную форму роговицы, а также обладают эффектом мультифокальности, обеспечивая хорошее зрение на разных расстояниях без очков. Ранее это было недостижимо. Когда меня спрашивают пациент, сколько лет мы можем дать гарантии, я говорю обычно сто лет, и я думаю, что я примерно занижаю раза в два в три срок годности, потому что действительно этот полимер, он абсолютно стабилен, и он идеально замещает функцию хрусталика. После замены помутневшего от времени хрусталика на искусственный зрение 95% пациентов возвращается на тот же уровень, который у них был до болезни. В России ежегодно выполняют более 370 тысяч операций по замене хрусталика. Однако, увы, это значительно меньше реальной потребности. Изображение на сетчатке, которое получается при имплантации искусственного хрусталика, такое же, потому что величина изображения критична, и глаз не переносит разницу в величине изображения между правым и левым глазом больше, чем в 5%. Это называется анизикония. Поэтому первое изображение такое же, мало того, и искусственный хрусталик имеет большее разрешение, чем даже естественный прозрачный хрусталик. Поэтому это проверяется специальными такими мирами. Это сеточка, нанесенная на специальное стекло или на подложку. Через хрусталик мы смотрим на эту сеточку, и когда мы смотрим через искусственный хрусталик, то мы видим намного более тонкие линии, чем это видно при искусственном хрусталике. Мало того, все искусственные хрусталики имеют ультрафиолетовый фильтр, то есть защиту от солнечных лучей. Мы знаем, что солнечная радиация в части ультрафиолетовой части спектра воздействует на сетчатку неблагоприятно и может приводить к дистрофическим изменениям. Поэтому в обязательном порядке все современные хрусталики имеют этот фильтр. Мало того, часть из них еще имеет дополнительный, так называемый, желтый светофильтр, который повышает контрастность изображения и также улучшает зрительные функции. Поэтому эти хрусталики, которые мы сейчас имплантируем, имеют великолепные оптические свойства. В микрохирургии глаза используется не только ультразвук, но и лазер. Сегодня, говорят офтальмологи, мы на пороге прорыва, ведь энергия лазера способна заменить то, что хирург в настоящее время выполняет при помощи ножа. Технология удаления катаракты, она великолепно отработана, хотя сейчас мы стоим на новом пороге, переломном. Мы видим, как в клиническую практику стали входить лазерные системы. Если до настоящего момента превалирующим методом аспирации через очень тонкую трубочку, то сейчас на первый план потихонечку начинает выходить лазерная энергия как метод, позволяющий проводить прецизионно разрезы тканей глаза. И эти технологии, они, по сути, являются компьютеризированными и малозависимые или в меньшей степени зависимыми от опыта и мастерства хирурга. Так как мы видим внедрение компьютеров во все сферы нашей жизни, включая медицину, поэтому всё больше и больше человеческих функций берут на себя машины, компьютеры, микрочипы и так далее. В целом же, как в диагностике, так и в хирургии, офтальмология идёт по пути к компьютеризации и уменьшения роли человека в лечебном процессе. Это в недалёком будущем приведёт к тому, что какие-то этапы хирургии катаракты будет выполнять машина. При этом сложные и ответственные функции, разумеется, навсегда останутся за врачом. Я не могу сказать, как это будет без нас, потому что я плохо себе это представляю, как это возможно, но думаю, что, скорее всего, лет через пять именно так и будет. Уже сегодня появились системы в общей хирургии. Вы, наверное, слышали о такой установке, которая называется «Довинчи». Эта установка позволяет проводить лапароскопические операции на брюшной полости, в грудной клетке, без присутствия хирурга, непосредственно в операционной. Он сидит удалённо в другой комнате и манипулирует джойстиками. Я думаю, что вот такая технология потихонечку будет входить в нашу практику. Когда-то многие люди не могли ориентироваться в пространстве и передвигались при помощи близких только потому, что столь драгоценный для глаза хрусталик становился затуманенным стеклом. Совершенствование технологий, использование ультразвука и лазера позволяют хирургам делать то, что ещё вчера было практически недоступно. Мы оперируем все стадии катаракты с большими или меньшими сложностями, с большими или меньшими трудностями техническими во время операции, с большим или меньшим послеоперационным периодом, коротким или более длинным. Но все стадии катаракты нам подвластны, поэтому нет такого, чтобы мы не могли что-то не сделать. Сегодня офтальмохирурги берутся даже за самые сложные случаи, потому что знают – человеку с катарактой можно и нужно помочь. Субтитры создавал DimaTorzok